С понедельника началась неделя национального проекта образования. Ее старт совпал с традиционным августским педагогическим форумом, который в этом году посетила министра просвещения России Ольга Васильева. Она приняла участие в пленарном заседании, где обсуждали законодательные инициативы области. Одна из главных тем – уникальный закон о статусе педагога, аналогов которого нет нигде в России и мире. Губернатор поручил окончательно разработать его ко дню учителя, то есть до 5 октября. Мы с вами начинаем закладывать основу для нового федерального закона, для нового федерального законодательства. По крайней мере, министр так и сказал. Все с нетерпением ждут, потому что уже докладывали и руководство страны, такой вот интересный законодательный инициатив в Ульяновской области, закон Ульяновской области, который мог бы стать основой для аналогичных законов Российской Федерации. Второй закон, который сейчас разрабатывается в регионе, направлен на поддержку молодых специалистов. Его аналогов нет в стране, поэтому проект вызвал интерес у министра просвещения. С началом нового учебного года связан вопрос о подготовке к отопительному сезону. Во время посещения Астрадамовской школы в Сурском районе губернатор обратил внимание на эту проблему. За прошедшую неделю, с удовлетворением отметил глава области, все нарушения в этом образовательном учреждении были исправлены. Но, к сожалению, не везде ситуация так легко исправляется. К руководителям муниципальных учреждений и предприятий, допустивших нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, которое определено приказом Министерства энергетики номер 103, мер дисциплинарной, предусмотренной трудовым законодательством, вплоть до увольнения, а также снижать размер выплат в соответствии с действующими контрактами и положениями. Министр отметил, что уже сочинены требования комиссия, занимающимися приемом к объектам теплоснабжения. Полностью готова к отопительному сезону область должна быть к 1 сентября. Губернатор добавил, что особо жесткие меры будут приняты к руководителям тех объектов, где проходила общественная проверка. Но после ее окончания нарушения не были устранены. Впереди у нас, как мы обычно знаем, длительный период. Где-то 5, а где-то бывает и 6 месяцев отопительного сезона. И поэтому нам всем нужно быть готовы не просто на 100%, а значительно больше. В преддверии нового учебного года особенно актуальным становятся и вопросы работы общественного транспорта. Губернатор поручил создать региональную дорожную ассоциацию, которая займется вопросами контроля этой сферы. Сюда будут входить не только чиновничьи структуры, не только дорожные службы, но и эксперты, в том числе научно-исследовательные институты, и московские, и международные, и вот эти партнеры из Всемирной дорожной ассоциации. До конца недели губернатор поручил разработать проект по приведению в соответствие законодательными нормами работы парковок. Глава области отметила, что 2020 год будет посвящен вопросам раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В связи с этим большое внимание будет уделяться пропаганде экологически ориентированных практик среди ульяновцев. В регионе будет разработан и запущен проект «Экологическая азбука юного ульяновца». Мы могли разработать специальные детские здания, с помощью которых каждый ребенок смог бы отправиться в такое, я бы назвал, увлекательное путешествие по окружающему миру, почувствовать свою сопричастность к благополучию природы, о которой мы так все печемся, научиться задуматься о последствиях своих поступков, углубить свои знания о природных явлениях, о животных, о растениях, ну и, конечно, о раздельном сборе мусора. В заключение губернатор поздравил с назначением двух новых управленцев. Главой Димитровграда был избран городской думой Богдан Павленко. Сергей Мороз вручил ему подарки, которые помог городоначальнику в работе. «Такую каску, она специально в таком виде, потому что он должен заниматься еще и безопасностью в городе. Это такой вот безопасный шлем, чтобы, так сказать, ну и самое главное орудие мэра, значит, чтобы было везде все чисто и хорошо». А начальником управления информационной политики администрации губернатора назначен Дмитрий Камал, который до этого был директором государственной корпорации СМИ «Медиа-73». Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова